здравствуйте дорогие зрители и слушатели сегодня в двух словах я хотел рассказать о кидуше в Рошашана через несколько дней весь еврейский народ будет праздновать праздник Рошашана в этом году Рошашана первый день Рошашана попадает на субботу поэтому есть несколько немножко более сложный так можно сказать кидуш в пятницу вечером и второй день Рошашана получается Муцей Шаббат в субботу вечером поэтому по просьбам наших слушателей я хотел в двух словах рассказать в пятницу вечером кидуш состоит из четырех частей получается первая часть это вступление вы посмотрите я само собой разумеется надо пользоваться Махзором или Сидуром однако хорошо знать что мы будем читать итак кидуш начинается со вставки это субботняя вставка Йомашиши как каждую пятницу вечера мы вставляем начинаем кидуш о сотворении мира в этом году как раз если это Рошашана это собственно говоря Рошашана мы поэтому и празднуем эти первая часть кидуш это Псуким это отрывок из недельной главы решит потом мы говорим броху на вино это агофен после этого мы говорим брох это основная часть кидуша это броха когда мы говорим мекадеш в данном случае мы будем говорить со вставками кидеш хашаббат Йомаши корон в Сидуре вы увидите там есть вставки на шаббат то есть есть стандартный текст это брахи самая длинная браха кидуша там есть вставки на шаббат конечно их надо надо будет сказать и заканчивается браха это бекадеш хашаббат Йомаши корон и четвертая заключительная часть это браха шейхьяну мы благодарим Бога что мы дожили до очередного еврейского праздника тут стоит отметить что если женщина уже сказала шейхьяну когда она зажгла свечи большинство женщин так и делают они зажигают свечи и когда они зажигают свечи кстати на свечи должно сказать двойную броху мы упоминаем и шаббат и праздник и шейхьяну большинство женщин говорят шейхьяну когда они зажгли уже свечи когда она говорит кидуш если она его сама говорит не говорит ни в коем случае второй раз шейхьяну более того если даже слышат кедуш очень многие женщины не отвечают амэнь потому что шахьяна она уже как бы слышал значит ответил ничего страшного надо помнить что для женщин это браха как бы отсутствует если она уже сказала во время зажигания свечей так пятницу вечером четыре части вступительная часть субботняя агафы на вино сама в браках и душа и шахьяну четвертый час теперь второй день решено второй вечер решено в этом году получается это муцей шаббат тут у нас к вам и того что мы делаем кидаш мы еще делаем авдолу если первый вечер мы делали кедуш и на шаббат и на праздник здесь мы делаем кидаш на йомта в воскресенье это решено но мы должны попрощаться субботы тут кидуш будет начинаться с агафы после этого мы говорим простую браху без каких-либо вставок на праздник на решено мы уже не субботно просто без этих ставок мы говорим саму браху макадеш йомзи король потом есть вставка этап дала первая браха это на свечку это бой рима ряэйш теперь как мы делаем что мы делаем со свечкой к тому когда вы уже говорите кидаш уже зажгли субботней свечи само собой разумеется теперь рекомендуется взять две свечки если вы зажигаете обычно с маслом возьмите на этот раз зажгите именно свечки просто возьмите две свечи и если так можно есть писать если что здесь пламя просто чтобы пламя коснулось одно другому это у вас двойная свеча надо быть аккуратно чтобы вы не специально плавили если очень близко эти свечки прямо не будут касаться получится что вы плавите парафин это нехорошо поэтому просто именно чтобы пламя одно пламя коснулось другого и вы говорите броху бой рима ряэйш если человек один ему немножко будет сложно потому что в одной руке он держит стакан другой день другие другой руке он говорит держит свечку стараться надо будет если или помощь или крайне случае можно не держать если очень сложно можно просто не держать стакан если стакан перед вами стоит и так это браха на свечу потом мы говорим браха на авдолу это не она очень похожа на обычном долл немножко мы разделяем не между святым и будничным а мы разделяем между святыми святым поэтому просто посмотрите какая браха на авдолу и потом мы говорим броху на шейхьяну тут опять-таки само собой разумеется если женщина уже ее сказала ей это не надо говорить раз вот здесь есть вопрос или второй день рожешана надо говорить эту броху вообще не будем даваться в том логические обсуждения и поэтому если резкий абэйчэ принести специально плод какой-либо плод какой который вы никогда не кушали какой-то очень такой экзотический плод плоды положить его на столе и иметь ввиду что вы потом будете его кушать если у вас нет этой возможности ничего страшного просто говорите шейхьяну между прочим женщина которая когда зажгла свечи когда она зажигает свечи второго дня тоже она должна быть что уже иметь этот эти плоды начина должна их видеть нехты покупают специально какую-то новую одежду опять-таки это очень хорошо но это не обязательно если у вас есть возможность если у вас нету в любом случае мы говорим в конце и душа шейхьяну и так насколько повторить значит мы говорим в субботу вечером мы говорим на вино потом кедуш простой кедуш на рожешана потом броха на свечку баре меряешь потом браха на именно как авдала и потом заключительно мы говорим шейхьяну и потом мы кушаем как обычно праздничную трапезу и я хотел еще раз воспользоваться возможностью пожелать всем нашим слушателям и зрителям и всему еврейскому народу чтобы действительно мы удостоились хорошего года и многих встреч в эфире всего наилучшего до свидания